Люди, прошедшие сквозь войну, всегда являлись для нас ярким примером стойкости, бодрости духа и любви к родине. Об этом рассказал глава республики в итоге своего визита в клинический госпиталь для ветеранов войны. Туда Сергей Аксенов прибыл не только поздравить защитников Отечества с их праздником, но и проверить условия, в которых живут пациенты, и узнать, в какой помощи нуждается учреждение. Утром пациенты военного госпиталя вместо своего лечащего врача встречали необычного гостя. Глава республики посетил палаты, пообщался с пациентами и узнал, что их беспокоит. Говорили ветераны о многом, но именно здесь, на лечении, уверяют они, все в порядке. Жалоб на обеспечение лекарствами и обслуживание нет. Также Сергей Аксенов поздравил защитников Отечества с их профессиональным праздником. Мы поздравляем вас, спасибо большое. Вы знаете, когда люди есть, которые защищали родину, рисковали жизнью, сегодня государство должно им по праву отдавать то, что должно. Так что так и происходит. По силе возможности, мы хоть и инвалиды, но мы все равно с вами. Ивану Григорьевичу Удовиченко 75. Он тщательно следит за своим здоровьем. И поэтому в госпиталь ложится два раза в год. Проходят здесь необходимые процедуры. И, как уверяет ветеран, выходит отсюда полностью обновленным. Сюда попаду, сюда прохожу, я оленький бываю. Кабельцы 3-4, а что он уже 5, я уже оживаю, я уже чувствую себя. Я заряд получаю, лучше надо. Так что это у меня как родной дом. Тут люди те, которые всегда подают руку. Я этой руки соприкасаюсь и чувствую себя очень хорошо. Здесь находятся на лечении и проходят реабилитацию крымские ветераны. Среди них участники боевых действий, инвалиды Великой Отечественной и других военных конфликтов. Госпиталь рассчитан на 200 коек. В нем размещены три стационарных отделения. Мы получили очень хорошее, новое, современное эндоскопическое оборудование. Это бронхоскоп, гастроскоп, колоноскоп. Также у нас происходит сейчас модернизация поликлинического отделения. В этом году у нас заработает электронная регистратура, благодаря которой пациент сможет уже без электронных носителях информации обращаться к врачу, записываться онлайн. О нерешенной проблеме госпиталя глава республики взял на личный контроль. Он считает, ветераны должны получать все положенные им услуги, в том числе и медицинские. Хочу вас поздравить и поблагодарить за все, что вы сделали для нашей родины, для нашей страны, для республики Крым. Спасибо вам за мужество, за действительно такую позицию гражданскую правильную. Наши ветераны, знаете, как уже даже в таком возрасте находясь, все равно поддерживают, помогают и влияют на ситуацию. Поэтому без вас бы тоже многие вещи у нас не получились. Хочу вас поблагодарить за поддержку. Приехали гости не с пустыми руками. Сергей Аксенов вручил руководству госпиталя сертификат на новое медицинское оборудование. Два ультрафиолетовых облучателя, рециркулятора воздуха. Оно предназначено для обработки и дезинфекции помещений. Особенно пригодится в период подъема порога ОРВИ и ОРЗ. Ольга Савенко, Рустам Фаизулин. Время новостей.